Здравствуйте! Меня зовут Элина. Сегодня я покажу, как разнообразить простую манную кашу. Я подам ее с карамелизированными яблоками. Заодно вы узнаете способ, по которому манная каша всегда будет без комочков. И даже те, кто ее в принципе не любит, с удовольствием ее попробуют. Для этого мне понадобится молоко, вода, сахарный песок, свежее яблоко, манная крупа, сливочное масло и щепотка соли. Сначала я займусь яблоком. Очищу его от кожуры. Разрежу на четвертинки. И удалю семена. Теперь порежу яблоки на не очень тонкие дольки. Вот примерно такие. Сковородку с толстыми бортиками ставлю на огонь. Отправляю туда сливочное масло. И даю ему растаять. Огонь я даю средний. Четверку из девяти возможных. Отправляю в сковородку яблоки. И буду обжаривать их на медленном огне. Яблоки нужно брать с плотной структурой. Периодически я их буду помешивать. На сковородке они будут находиться минуты две. Теперь к яблокам я добавляю сахар. Опять перемешаю. И буду жарить уже с сахаром. Периодически яблоки перемешиваю. Честно говоря, время я не засекла. Но по ощущениям прошло минут десять. Видите, яблочки стали какие. Они стали слегка прозрачными. Золотистого цвета. И сахарный сироп тоже приобрел золотистый интарный цвет. Вот я на белой лопатке показываю. Так виднее. Все, карамелизация закончена. Яблоки снимаю с огня. Теперь займемся кашей. В кастрюльку выливаю молоко. Воду. Все холодное. Сразу же всыпаю манную крупу. Соль и сахар. Перемешаю. И поставлю на огонь. И теперь постоянно помешивая доведу кашу до кипения. То есть никакого всыпания тонкой струйкой манки в кипящее молоко я не делаю. При таком способе в каше никогда не будет комочков. Каша закипела. Огонь я убавляю на минимум. И продолжаю варить пять минут. Периодически я буду помешивать. Готовую кашу я сняла с огня. Как видите, комочков в ней нет. Точные пропорции я, как всегда, оставлю в описании под видео. Но вы сами понимаете, что густота каши это дело индивидуальное. И регулируете ее сами количество манки и молока. А если вам нравятся мои видео, то с вас лайк, подписка и колокольчик. А я покажу, что я буду делать дальше с яблоками. А яблоки я уложу в кашу. Масла в кашу можно не добавлять, потому что в яблоках его достаточно. Попробуйте приготовить манную кашу по этому рецепту. И даже те, кто ее обычно не любит, с удовольствием ее попробуют.